доброго времени суток вы на канале осознание мы говорим про пк интернет в этом видео мы будем разговаривать про китайский вай фай адаптер вот такой вот за 500 рублей который сделан на том же чипе что и альфа то есть rt3070 сам адаптер полностью ноунейм не имеет никаких названий фирмы собственно на самом адаптере стоит в районе 500 рублей я видел их у разных продавцов решил заказать для тестирования поддерживает стандарты 802 11 bgn работает на соответственно частоте 2 и 4 гигагерца и самое что странное у продавца заявлено что адаптер имеет только внутреннюю антенну при этом он имеет съемную внешнюю антенну которую продавец положил собственно в пакетик все это присылается без либо коробочки то есть пакете но как говорится не в упаковке дело собран довольно таки хорошо и прочно но сейчас мы его будем тестировать и посмотрим что он из себя такое представляет давайте протестируем наш адаптер запустим виртуальную машинку войдем в нее подрубим наш адаптер к компьютеру и пробросим его сразу же в виртуальную машину и проверим собственно работает ли он в режиме мониторинга и поддерживает ли он режим инжектинга запускаем терминал я работаю в калию 2020.3 в принципе в любом линуксе все эти проверки можно сделать давайте сразу же перейдем под рот чтобы лишний раз не вводить лишние команды sudo su вводим пароль от рота все мы подробно и можем совершенно спокойно себе работать проверим какой чип у нас стоит для usb устройств это делается командой ls usb если же вы хотите проверить какой же чип у вашего устройств установленных внутрь ноутбука это скорее всего вам пригодится команда ls pci для пищи устройств но в некоторых ноутбуках собственно применяют usb устройства внутри ноутбука но подключены именно по usb ну собственно видим что у нас 3070 rolling technology corporation rt2870 slash rt3070 wireless adapter точно также вы можете найти с помощью команд ls usb либо ls pci информацию по чипам если у вас не установлены драйвера также постоянно почему-то все проверяем наличие вайфай адаптера командой if config и у многих почему-то возникает проблема никогда таким образом не проверяем чтобы убедиться что вайфай адаптер нормально работает что установлены драйвера на него подходящий я проверяю всегда командой air non и она нам собственно сразу выдаст какой интерфейс указан у адаптера какой драйвер используется ну и примерно что за чип внутри стоит проще проверить ей также командой предпочитаю все таки команду и в конфиг для получения информации о том в каком режиме сейчас что и как работает то есть в каком режиме работает к примеру мод и usb вайфай адаптер подключен к компьютеру то есть можно сразу же видеть что это он работает в режиме менеджера мода менеджер мощность 20 дбм то есть не повышалась мощность в принципе другого вам абсолютно ничего и не нужно смотреть то есть смотреть есть ли драйвера если собственно он и в каком режиме все что вам может пригодиться давайте пробьем лишние процессы командой airmon check kill и переведем проверим работы переводится ли данный вайфай адаптер в режиме мониторинга ну судя по чипу должно все сработать все перевелось в режим мониторинга мы можем это проверить командой и в конфиг собственно видим V-LAN 0 MOL также мы можем посмотреть работает ли это все на самом деле либо произошла какая-то ошибка бывают ошибки у команды airmon-ng и тогда можно воспользоваться переводом в режиме мониторинга с помощью команды EV либо EVCONFIG но обычно таких проблем я не замечаю но проверить все ли работает можно командой ваш указываем интерфейс vlan.mon собственно видим что сеть он мониторит и видит выключи выключим сканирование и давайте проверим поддерживает ли он injecting rreplay можно воспользоваться командой тест можно сократить это все до минус 9 в принципе советую проверять на самую удачную сеть которая рядом с нами можно указать минус и название сети также можно дополнить все это минусом на кадре снов высит сети ну нам в принципе для того чтобы проверить ничего это не нужно мы просто дальше указываем и смотрим что в принципе он работает в режиме мониторинга и в режиме injecting то есть все прекрасно режим injecting это собственно устраивание пакетов в закрытую вай-фай сеть к примеру пакетов для аутентификации когда вы внутрь обмена информацией между вай-фай адаптером и вай-фай роутером отправляете устройству которому подключен вай-фай адаптер информацию о том что она отключилась вот вай-фай роутера после чего она производит автоматическое переподключение если все работает стабильно и нормально если глючит то может обратно и не переподключиться само и дальше собственно отлавливаете handshake ну собственно видим все работает что же получается вай-фай адаптере за 500 рублей стоит тот же самый чип что и в альфе и умеет он то же самое что и альфа за две с половиной тысячи рублей если бы я был контент-мейкером который пришел на youtube с целью заработать по ссылочке на алиэкспресс и и пригнать вас в дальнейшем на различные говнотовары либо к себе в телегу либо на какие-нибудь курсы то соответственно я бы не стал снимать видео дальше ограничился фразой это просто повод задуматься что вам продают в два раза дороже ну давайте теперь сравним данный вай-фай адаптер с альфой и посмотрим что же на самом деле стоит за чипом и за сборкой и чем так славится альфа в отличие от остальных вай-фай адаптеров дешевых недешевых давайте посмотрим начнем мы пожалуй с того что пытаемся проверить если в данном вай-фай адаптере устроенная антенна потому что почему-то продавец в описании товара указывает что вай-фай антенны внутри нет точнее внешней вай-фай антенны нет и стоит только внутрь собственно у меня открыта программка inside она платная и она предназначена для анализа уровня сигнала вай-фай сетей собственно сейчас подключен компьютера только вот этот вот свисток китайский ну и собственно вы можете видеть как какие сети у нас доступны это без антенны то есть антенну которая шла в комплекте я не подключал что могу сказать вы сами понимаете что вот эти вот два две точки доступа total link и redmi это то что находится в моей квартире ну что ж давайте я прикручу к нему штатную антенну и посмотрим что же будет с нею это та самая пипетка то ли на 2 дбай то ли на 3 дбай и вот уже видно что внутри квартиры ситуация стала получше почему-то но мой роутер соответственно мощнее он минус 31 чем ближе к нулю тем лучше минус 57 это мой смартфон который почему-то без вайфай антенны показывал что он лучше улавливается ну давайте попробуем найти вайфай сеть находящуюся в соседнем доме будем ориентироваться на нее минус 73 минус 75 без внешней вайфай антенны даже только пришла в комплекте адаптер не мог ее найти давайте я скручу с альфы антенну на 8 дбай и подключу ее как раз таки к этому вайфай адаптер и посмотрим как поменяется ситуация я так понимаю даже ее потерял ставим на окно и самое что смешное 2 дбай 3 дбай либо 8 дбай никаких таких вот серьезных изменений не дало давайте я попробую но вот к вайфай пушки подключил бдм я сейчас собирать не буду но все равно минус 73 минус 79 минус 65 сигнал прыгает то есть в принципе тут никакого кранирования вайфай адаптера не идет и ничего такого пробуем подключить вайфай пушку которая примерно направлена на нужную нам здание сейчас я выстраивать не буду по данной вайфай точке но примерно и как мы видим в принципе тоже не особых каких-то подвижки мы видим с китайским чем закончились и давайте сравним вот с эталоном альфа-нетверк который стоит в 5 раз дороже сейчас у меня подключена альфа на том же самом чипе то есть это альфа аус 036 nh которая работает на тех же самых стандартах сейчас она подключена полностью без антенны давайте попробуем прикрепить к ней вот эту самую китайскую антенну то ли на 2 дбай то ли на 3 дбай и посмотрим как изменится ситуация антенна вот которая шла с тем самым китайским адаптером уже мы видим что сигнал лучше уже внутри вот просто квартиры то есть альфа уже внутри квартиры лучше работает ну давайте попробуем поймать вот этот внешний сигнал который у нас находится где-то в соседнем доме 57 против 73 на вайфай антенне насколько там было в 3 дбай будем считать я даже не знаю как ее замерить пипетка китайской подключим то что можно приобрести в магазинах длинг тплинг на 8 дбай поставим обратно на окно 55 в принципе особых подвижек нет тоже но все равно лучше чем 73 давайте попробуем к внешней вайфай антенне она даже умудряется без антенны ее поймать это вайфай пушка которая не настроена с бдм я бы получил ну где-то в районе 40 сигнал дбм и все гораздо лучше было 49-47 с вайфай пушкой в принципе неплохо ну а сейчас я влезу к соседу в окошко вот такие вот показатели имеем сейчас после одной хитрой манипуляции а будто его вайфай роутер но получил него репитер который ретранслирует эту точку вообще из еще одного соседнего дома находится вообще в моей квартире но как я это сделал с помощью чего мы поговорим в отдельном видео ну чтож давайте подытожим данный вайфай адаптер имеет право существование он никогда не сравнится с альфа да в нем тот же самый чип да он умеет мониторить пространство то есть записывать пакеты да он умеет производить инъекции отправлять пакеты до аутентификации но его мощность крайне мала приобрести такой вайфай адаптер можно допустим для стабильного интернета внутри квартиры возможно внутри загородного дома если дубик у вас небольшой для вардрайвинга я такой вайфай адаптер покупать не советую но все равно если вы хотите сэкономить получить тот же самый чип именно проверенный что вот этот чип действительно подходит и для первоначальных тестов какой дешевый вайфай адаптер вам нужен то пожалуйста ссылочка на продавца где я собственно покупал данный вайфай адаптер будет в описании но это не альфа с альфой никогда не сравнится и если заниматься серьезным аудитом безопасности вайфай сетей то лучше уж приобрести альфу родную который стоит в 5 раз дороже на этом я с вами попрощаюсь подписывайтесь на канал ставьте лайки не забудьте активировать колокольчик напишите в комментариях что вы думаете о данный вайфай адаптер также не забывайте про наши другие соцсети это группа вконтакте и канал в телеграме всем пока ну и да не забудем что в скором времени я выпущу свой инфо цыганский курс по взлому вайфаю так что следите за канал и не забудьте как только он выйдет срочно выкупить уже сейчас выпускать брошюры по полторы тысячи рублей которые обучают людей нажимать на кнопочки под видом взлома вайфая библейские деятели всем пока